Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу поговорить на такую тему, что если ваш ребёнок проявляет интерес к творчеству, пишет картины, то, пожалуйста, водите его на выставке. Он должен находиться в среде, он должен понимать и видеть, нужно ли это ему, одно дело сидеть и рисовать какие-то картинки дома, а второе дело общаться с художниками, быть в этой среде. Поэтому не нужно этого избегать, потому что очень многие и мои знакомые, которые дети любят рисовать, уже хотят учиться в высших учебных заведениях художественных, и дети выбирают этот путь, а родители очень далеки от этого. Да, никто вам ничего навязать не может, конечно же, это ваш путь. Но поддержать своего ребёнка, отвезти его на выставку, именно на открытие выставки, чтобы он пообщался с художниками другими, познакомился, подписался на них в социальных сетях, следил за их творчеством. Ну раз ваш маленький ребёночек выбрал этот путь, пожалуйста, его поддержите. Я понимаю, что вы мыслите другими категориями. И вот сегодня люди ко мне ехали на урок и позвонили, а я говорю, у меня открытие выставки, приезжайте, пожалуйста, сюда, вы едете на такси. Нет, мы не приедем, такси разворачивают, и езжают опять домой. Мне, например, понятно, что этот момент непонятен, но с другой стороны, как вам сказать, вы должны прикоснуться к этой среде, вы должны её увидеть. А может быть, она вам не понравится, и ваш ребёнок скажет, «Да нет, мама, ну, рисовать там это одно, а быть художником – это совсем другое. И это не для меня. Ну, так лучше это раньше узнать, чем позже, понимаете?» И нужно всё-таки окунаться в эту среду, тем более, когда происходят выставки, такие мероприятия. Пожалуйста, водите своих детей на выставки, расширяйте и их кругозор, и свой. Читайте, смотрите видео, ищите самых лучших педагогов для своих детей, репетиторов, и обязательно, перед тем, как вы выбираете педагога, посмотрите, что он вообще сам делает. Но одно дело, да, есть люди, которые преподают в учебных заведениях, у них хорошая молва идёт. Я много таких слышала, я, да, вот говорят, «Вот такой учитель, все к нему хотят попасть, там вот родители за ним бегают». Ребята, пожалуйста, посмотрите, что этот учитель вообще сам делает, и когда он последний раз написал картину. Вы понимаете, да, это разные вещи, писать картины и учить детей. Я понимаю, но если человек сам не пишет, он, извиняюсь за такое слово, деградирует. Поэтому чему он сможет научить вашего ребёнка, если он сам не может нарисовать тот же кубик ровно? Поэтому обязательно скажите, «А где можно посмотреть ваши работы?» Не стесняйтесь, потому что если человек работает, то ему есть что показать, и есть что заявить меру. Поэтому не стесняйтесь, родители, подходите и говорите, «А где можно увидеть вашу работу?» Мы бы хотели зайти в интернет, посмотреть ваши работы, перед тем, как своего ребёнка, мы думаем, отдавать вам на обучение или нет. Что у вас за методика? Пожалуйста, задавайте вопросы. Это ваше право. И уточняйте, и узнавайте. Потому что если это профессионал своего дела, ему стесняться нечего. Он вам покажет работы, покажет выставки, и расскажет план, в принципе, как он может вашего ребёнка вывести на определённые высоты. И есть определённый путь, проторенная дорожка, по которой он может повести вашего ребёнка, а не просто рисовать дома кубики и разные геометрические фигуры. Это такой себе путь. Поэтому, родители, мою вам месседж. Пожалуйста, ходите сами на вас. Ходите вместе с детьми, ищите хороших педагогов своим детям, задавайте много вопросов, интересуйтесь и не стесняйтесь. Всего вам хорошего. Я считаю, если вы считаете, что это видео вам было полезным, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. Всего вам хорошего. Всех целую, обнимаю, и желаю всем вдохновения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!